Дабы развеять слухи вокруг проекта скоростной дороги Солнцево-Бутово-Видное, который сейчас активно ходит в сети интернет, глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов собрал жителей той части города, где будет проходить трасса и пояснил действительное положение дел на сегодняшний день. Первое и, пожалуй, основное достижение многомесячных обсуждений на отрезке шестого микрорайона уменьшение полос дороги с шести до четырех. Мне понравилось, что активисты именно переживают за свой микрорайон, это очень важно, и они дали целый ряд предложений, например, немножко сдвинуть съезд на дорогу, чтобы меньшее количество деревьев вырубать, сделать дополнительный переход, проработать еще дополнительные парковочные места, и все эти предложения, они на самом деле очень конструктивные. По инициативе Совета депутатов Ленинского городского округа у предполагаемой новой эстакады в районе Купеленки планируется создание парковой зоны. Традиция встречаться с коллективом, особенно с блогерами, на сегодняшний день возвращается. Сегодня Дмитрий Александрович Абаренов собрал коллектив вместе с Советом депутатов, неравнодушных жителей. Сегодня мы услышали хорошие новости, там есть действительно что рассказать теперь людям, дорога действительно имеет сокращенный вид, четыре полосы. Это однозначно благоустройство Купеленки мы оставляем и продолжаем. Глава нас в этой идее поддержал, мы будем делать там парк, будем в ближайшее время это анонсировать. Ну и, конечно, знаковый момент – это развязка, выезд и въезд на М4, в две полосы туда и в две обратные. Очень важная история, которая разгрузит вот эти все транспортные потоки. Это такая будет новая транспортная артерия для нашего города. Активисты подняли вопрос скоростного режима на трассе в зоне прохождения через 6-й микрорайон. Концессионер настаивал на обычной для этой скоростной дороге 110 км в час. Жители добились ограничения в 60 км. Можно попросить сохранить этот режим, в том числе на эстакаду, потому что она будет достаточно высоко. И если на эстакаде… На эстакаду можем сохранить режим. За деревню нужно оставить 60 км, причем с установкой в обязательном порядке радаров. Потому что мы узнаем, как у нас. Если стоит на платной дороге 60 км поставили, его никто не видит. Понятно. Для деревни будет. Да, там эстакад еще на деревню пойдет. Да, шум будет для деревни. И вот эти шумозащитные экраны вот прям ездят. Есть что-то проблемное, ограничивающее, запрещающее это сделать? Или это только наше решение и проблемы нет? В первую очередь, это решение консессионера? Консессионер. Есть проблема? Я думаю, нет с этой проблемой. Спасибо. Консессионер развеял еще один слух. Якобы проект дороги полностью утвержден, и строительство трассы вот-вот начнется. Не раньше, чем в сентябре-октябре месяц мы выйдем в экспертизу. То есть сейчас нет проекта по всей дороге. Мы сейчас занимаемся основными проектными решениями. Только сейчас закончились изыскания. Соответственно, чтобы не было инсинуации, что мы сейчас строим уже, что проект подтвердили, нет такого. Сейчас идет проектирование. А пока администрация Ленинского городского округа будет продолжать встречи с активистами, чтобы прийти к решению, которое будет устраивать и консессионера, и местных жителей. Глава муниципалитета Дмитрий Абаренов отметил, к строительству скоростной дороги планируется приступить не раньше 2022 года. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова